Эта группа была больше с акцентом танцевальным, и из живых были только голос и гитарист. Остальное это был просто минус. Но для меня это была не совсем полная версия коллектива. Какое-то время, это было в течение 2-3 лет, мы работали в таком маленьком коллективе. И спустя какой-то момент мы собрали коллектив из музыкантов. И это было ближе мне по духу. И опять же, это есть некий такой, знаете, источник развития коллектива. Во-первых, это интересно, ты свободнее себя ощущаешь на сцене. Во-вторых, все-таки команда есть команда. Это прежде всего, как, знаете, такая маленькая семья. Например, из абсолютно самого начала со мной барабанщик. Вот те, кто остались в течение практически 10 лет, это барабанщик, звукорежиссер и танцовщик. Остальные музыканты менялись. Будут возвращаться домой, выбирая в жизни что-то новое. Когда в вашей жизни появляется некая цель, это интересно. Это не то, что сложно. Конечно, там можно, как большинство рассказывает, я там ходила под дождем, ставала свои диски, да. Это понятно, это все было. И проживание в квартире четырех человек, там, и нехватка денег сумасшедшая, и такое хипанское существование, да. Но это все ерунда, потому как это, наоборот, те вещи, которые закаляют артиста. Они его делают сильнее, они развивают в нем воду. Поэтому сказать, что это было сложно, нет. Я скажу, что гораздо сложнее не добиться результата, а удержаться с этим результатом. Потому как для любого артиста, неважно, певец он, актер он, или даже просто художник, это, ну, медийное лицо, да, творческое. Для таких людей, как правило, жизнь это подъем в путь, подъем в путь. И для того, чтобы подняться снова, нужно, понимаете, коснуться дна и опять подняться. Это, на самом деле, очень интересно. И выбирая профессию, которую вы любите, вот, как правило, люди выбирают профессию, не которую любят, а которую дают им стабильность, доход, чтобы обеспечивать семью. Выбирая профессию, которую вы любите, забудьте про стабильность, про доход, про то, что у вас всегда будет все хорошо, это ваша мечта. Происхождение, я думаю, все, кто хочет узнать, его знают. Это вопрос, который тянется за мной хвостом уже почти 10 лет. Это первый вопрос, которого я вношу в запретные вопросы сейчас в жизни, на радиостанциях, на телевидении. Ну, во-первых, я так скажу, мне первоначально, когда прозвучал вариант этого названия, он мне понравился. Для меня это была не столько страна, а сколько ассоциация. Чили – это что-то красное, рыжее, яркое, острое. Вот здесь вот такая у меня ассоциация была с названием. Ну и плюс это связано с моей детской кличкой. Но первично мне просто понравилось Чили. Вот это самое главное.